Спасибо большое. Давайте начнем наш сегодняшний вебинар. Он будет посвящен созданию график и небольших видеороликов для социальных сетей. Но надо сказать сразу, что и не только для социальных сетей. Потому что даже если мы не ведем какие-то группы ВКонтакте или в Одноклассниках, или еще в каких-то социальных сетях, но все равно рано или поздно мы с такой проблемой сталкиваемся, когда нам нужно нарисовать афишу, оформить сертификат, создать какой-то постер, рекламную публикацию сделать, может быть, что-то распечатать, вывести на печать для выставки. Поэтому сегодня будет небольшой обзор сервисов, которые позволяют бесплатно или с минимальными ограничениями такую графику создавать. Естественно, это не полный обзор, но сервисов намного больше. Если вы еще что-то в чат добавите из своих инструментов, из экранов, какими вы пользуетесь, это будет здорово. Так что мы совместно можем такую копилочку сегодня создать. Я расскажу о тех сервисах, которые пробовала, тестировала сама, и которые мне показались оптимальными для работы. Почему, собственно говоря, мы начали говорить о графике, и очень много выходит в социальных сетях, в блогах, очень много статей на тему, как создавать картинки, как генерировать картинки, как оформлять, как продвигать, как продавать с помощью изображений. Потому что уже ни для кого не секрет, наука уже доказала, что визуальная информация воспринимается намного лучше и намного эффективнее, чем информация, данная с помощью текста. Поэтому, если бы я вопрос-то рассказывала вам, еще не показывая, не давая каких-то ссылок, наверное, было бы не так, все немного. Поэтому сейчас как раз упор делается на визуализацию информации с помощью разных способов и с помощью разных методов. Особенно это работает для социальных сетей. Там как раз самый востребованный жанр – это как раз создание графики различной. И видео на втором месте с небольшим отрывом, за графикой по эффективности следуют видеоролики и анимация. Ну, это обусловлено спецификой социальных сетей. Все-таки здесь люди ежедневно потребляют огромное количество информации в быстром темпе, чтобы броситься в глаза и чтобы запомниться, привлечь внимание. Мы используем в том числе графику или видео. Ну, вот на слайде сейчас у меня два варианта поста в социальной сети – оформленного в виде текста или оформленного в виде изображения. Ну, вы можете в чате ответить, какой вам вариант нравится больше. А я расскажу, что в итоге я выбрала из этих двух вариантов. Я попробовала соединить эти тексты к картинку, взять минимум текста из первого и взять картинку и оформление из второго. И вот такой вот синтетический жанр. Вы такой же можете эксперимент провести у себя в социальных сетях, попробовать написать информацию текстом, картинкой дать. Ну, вот видите, я не ошиблась. Да, конечно, естественно, второй вариант больше привлекает внимание, вызывает интересы, информация структурирована, подана, и все самое главное, и все на одной картинке. Да. Поэтому, собственно, как делать такие картинки, привлекающие внимание, сегодня об этом и будем говорить. Я думаю, многие из вас долгое время пользовались вот этим замечательным сервисом, который называется Canva, к сожалению, который в прошлом году ушел из свободного доступа. Ну, до сих пор можно им, конечно, пользоваться с помощью определенного рода технологий. Но мы сегодня поговорим о, я не скажу, что стопроцентных его заменах, но о сервисах, которые могли бы помочь, если вы не можете по разным причинам пользоваться Canva, или хотите просто попробовать другие инструменты, посмотреть на их возможности. Итак, с чего же начать здесь? Ну, давайте начнем с отечественного инструмента, который на сегодняшний день, мне кажется, одним из наиболее динамичных, эффективных. У него очень большая библиотека шаблонов, у него очень много возможностей, он позволяет создавать графику для социальных сетей. К сожалению, там мало шаблонов, вот персонально адаптированных, допустим, для школы или для библиотеки. В основном все-таки там коммерческая составляющая, много продающих шаблонов, там каких-то рекламных, но никто не запрещает нам переделывать их под себя. Это все я говорю про сервис Супа. Ну, давайте я вам отправлю в чат картинку, которую вы сейчас видите на экране. Если плохо видно, можете вот по ссылочке посмотреть на нее подробно. Это первая картинка на экране, она у нас статичная, а я вам отправила динамичную, ту же самую картинку, но с анимацией. Все это сделано с помощью сервиса Супа, с помощью одного из шаблонов для социальных сетей, буквально минут за 10. Итак, ну давайте посмотрим на его возможности. Есть бесплатный тариф для начинающих, это хорошее решение, если вы впервые столкнулись с сервисом, просто хотите посмотреть на его особенности, ну а потом уже определиться, нужен он вам или не нужен. Он позволяет создавать изображения на бесплатных шаблонах, без ограничения скачивать их на компьютер, без водяных знаков. Он позволяет также создавать видеоролики и анимацию, но здесь уже появляется знак водяной, и длительность такого ролика будет всего 40 секунд, не больше, разрешение 480 пикселей. Но зато задается неограниченное хранилище для файлов, то есть любое количество работ, даже бесплатно, можно создать. К сожалению, здесь всего два тарифа, есть премиум, он достаточно такой дороговатый, но это при оплате за месяц, если за год платить сразу, то цена будет в два раза ниже, то есть за месяц получается 400 с небольшим рублей. Ну, опять-таки, если мы создаем картинки не в огромных количествах, и нам не нужны видео, а мы просто хотим какие-то красивые иллюстрации создавать, то бесплатного вполне хватит. Давайте на него посмотрим. Итак, стартовая страница. Сервис, естественно, на русском языке, поэтому здесь несложно с ним работать, можно даже без каких-то обучалок сразу разобраться, что к чему. Выбираем категорию, с которой хотим поработать, здесь есть соцсети, видео, изображения и отдельные вкладки для бизнеса и рекламы. Ну, давайте выберем что-нибудь для социальных сетей. Здесь есть и пасты ВКонтакте, и обложки для сообществ, и разный рекламный материал. Выбираем шаблон из библиотеки, платные, помеченные определенным значком. Но если мы на них нажмем, нас предупредят, что они платные. Ну, бесплатных, в общем-то, достаточно много. Когда сервис только начинал работу, его упрекали, что шаблончиков как-то маловато будет. Сейчас их вполне себе достаточно, можно что-то выбрать. Вот я выбрала шаблон, его открыла, вот такой конструктор передо мной. Вкладки с правой, с левой стороны позволяют добавлять разный вид контента. Загружать свои файлы, картинки. Практически в любых форматах стандартных. Дальше, если нам шаблон не разонравился, можно переделать, другой выбрать шаблончик. Дальше, вкладка для добавления текста. Различные графики, это фигуры, стрелочки, красивенькие какие-то кружочки. Дальше, небольшая библиотека фотоизображений бесплатных. Выбираем только то, что бесплатное, там есть и платные картинки. Дальше, отдельно можем поработать с фоном, добавить опять-таки из библиотеки сервиса различную графику, стикеры, иконки, вот такие вот картинки. Ну и диаграммы, если хотим. Их можно построить прямо здесь, внутри сервиса. То есть выбираем диаграмму, заполняем таблицу, на ее основе у нас сгенерируется диаграмма. Ну вот ту картинку, которую я вам кинула в самом начале рассказа, это был шаблон про пользу бега. Я сделала из него про пользу книги. Внутри шаблона уже есть какие-то элементы, мы можем их удалять, редактировать, как-то перекрашивать. В общем, все здесь возможно. На что хотелось бы обратить внимание. Ну, во-первых, что касается текста. Все шрифты, естественно, поддерживают русский язык. Тут вообще проблем никаких нет. Набор шрифтов вполне себе неплохой. В разделе текста можно открыть вкладку «Искусственный интеллект» и попробовать с ним поработать. Сервис предоставляет такую возможность сгенерировать текст на основе технологии искусственного интеллекта нейросети. Ну, например, я вот вписала тему «Польза чтения» и нажала на кнопку «Сгенерировать текст». И мне выдали огромный список из 10 пунктов про пользу чтения, причем очень даже прилично сгенерированный. Это может пригодиться, если мы не знаем, что писать на нашей картинке, как ее, какой текст использовать. В общем, можно попробовать. Пять запросов в час обрабатывается. Здесь такая подсказка небольшая. Далее. Кроме этого, сервис умеет «Искусственный интеллект» умеет переводить на другой язык. Здесь же внутри сервиса есть такая опция. И есть опция «Сжать текст» или наоборот «Расширить текст». Как только мы какой-то текст добавили, откроется окошечко для его редактирования, и там можно найти эти кнопочки. «Расширить» и «Сжать». Искусственный интеллект, конечно, ограничивается не только этим. Он умеет генерировать картинки. Но это платная опция. Поэтому про нее я рассказывать не буду, но она здесь есть. Что еще можно сказать? По поводу графики здесь достаточно все просто. Выбираем элементы, добавляем, оформляем, пишем текст. Вверху будет кнопочка, которая называется «Анимация». Она у меня на слайде не поместилась, но она есть. Она прямо вверху над шаблоном будет видна. Если мы на нее нажмем, то автоматически у нас картинка наша анимируется. То есть объекты будут появляться красиво, всплывать. В общем, все очень красиво получается. Вот так минимум усилий у нас анимированная картинка вышла. Внизу будет, конечно же, водяной знак. От него можно избавиться с помощью специальных сервисов. Если кому-то эта тематика интересна, про специальные сервисы, я на последнем слайде дала ссылочку. Так что дождитесь конца вебинара, и вы узнаете, как ударять водяные знаки. Теперь, что касается видеороликов. Ну, видеоролики на самом деле – это громкое название. Это все-таки больше… Давайте я просто ссылку отправлю. Вы сами посмотрите, что это. Это больше анимация, конечно же. Это просто картинки, которые красиво появляются в кадре. Вот. Я вам ссылочку отправила. Я просто сделала, взяла просто готовый шаблончик. И вот загрузила его на YouTube, чтобы вы могли посмотреть, как это выглядит. Вот такой вот видеоанимация. Я бы так это назвала. Конструктор у видеоредактора немножко отличается. Нам нужно будет, чтобы создать вот что-то вроде этого, выбрать раздел «Видео», выбрать там шаблон подходящий и открыть конструктор. Все те же вкладки, за исключением новеньких. Это видео и аудио. Внутри вкладки «Видео» содержатся разные красивые футажики. Вот они. Маленькие видеонарезки, которые вы можете вставить в качестве фона на свою картинку. Я вот выбрала формат видеоклипа ВК. ВК-видеоклип. Но в YouTube это называется «Shorts». Вот. Такой формат есть. Можно квадратный, можно еще какой-нибудь выбрать. Любой другой возможен. Вот эти вот футажики мы можем вставлять внутрь своего видеоролика в качестве фона. Они там будут работать. Можно загрузить и свое через кнопочку «Загрузить». К сожалению, в бесплатном тарифе нельзя озвучить этот видеоролик. Есть вкладка «Аудио», но даже если мы захотим что-то здесь озвучить, то у нас видео не сгенерируется в итоге. Поэтому только в платном тарифе. Из платных опций здесь возможность записать свою озвучку, сгенерировать аудиоозвучку, опять-таки с помощью искусственного интеллекта, очень достойно звучит. Не похоже на робота. Я попробовала. Далее. Ну, возможность добавить просто музыкальный трек, как фон. Вот это из платных возможностей. После того, как мы добавили видео, написали какой-то текст, внизу появляется лента времени. Мы можем все это проиграть и просмотреть. И каждый элемент можно отредактировать. Щелкаем по нему, открываем анимацию и редактируем. Вот, пожалуйста, окошко для редактирования анимации. Дальше. Каждая надпись появляется в строго определенное время. То есть сначала появляются вот эти четыре элемента. Фон, естественно, с самого начала работает. Чуть позднее появляется третий элемент. Ну и вот эти два в самом конце. Мы можем двигать это, перемещать, менять местами, так как мы захотим. Даже прозрачные какие-то элементы настроить. Если мы щелкнем по каждому из элементов, откроется оптимальное окошко для редактирования конкретно этого элемента. Чтобы добавить новый слайд в наше слайд-шоу, назовем его так, нажимаем на кнопочку с плюсиком. Но не забываем, что ограничение 40 секунд. Внизу есть отсечка временная, чтобы не заблудиться. Вот, пока здесь только 10 секунд. То есть оптимально мы можем 4 каких-то картинки добавить и сгенерировать в итоге. Вот та самая кнопка анимации, о которой я говорила. Она здесь включена, потому что анимация в ролике присутствует. Далее, после того, как у нас все готово, мы готовый файл можем скачать себе на компьютер. В формате он у нас идет MP4. В достаточно хорошем качестве получается видеоролик, и можно его загружать в социальную сеть, на YouTube, туда, куда мы захотим. А это я сейчас открыла настройку анимации. Анимация здесь очень красивая, самая разнообразная. Слева направо, сверху вниз, по диагонали. И внутри еще целая куча различных эффектов. Скачивается в таком качестве 360 на 640. Для социальных сетей это нормальный формат. Если нужно качество большего, то тогда выбираем высокий или супер, но уже нужен платный тариф. Генерируем видео и сохраняем к себе на компьютер. Собственно, с сервисом работать несложно. Хорошие возможности. Можно попробовать, если понравится, приобрести уже платную версию. Если вы действительно этим занимаетесь очень активно, может быть, имеет смысл расширить свои возможности. Идем дальше. Этот сервис называется Flyvi. Давайте я отправлю ссылочку. Точно так же на экране вы видите статичную картинку. Он тоже позволяет делать статику. И позволяет эту же картинку превратить в анимацию. Небольшое видео в формате GIF, наверное. Итак, вот так оно выглядит. Сразу скажу, что у Flyvi тоже есть бесплатный тариф и тоже есть платная версия. Вот, пожалуйста, здесь тарифов немножко побольше будет. Стартовая версия позволяет создавать без ограничения картинки, без анимации, с анимацией. Но, к сожалению, на всех картинках будет присутствовать водяной знак, и он достаточно массивный. В правом нижнем углу вы его видели, надеюсь. Есть попроще тарифы, здесь их побольше. Вот, например, есть специально для СММщиков. Всего 400 рублей в месяц, вы получаете графику без водяных знаков и с хорошими возможностями. По сравнению с СУПой, возможностей тут немножко меньше. Тут нет такого расширенного видеоредактора. Здесь мы в основном строим графику простую и анимированную. Есть еще более продвинутые версии для профи в работе с графикой. Что умеет сервис? Сервис очень гордится тем, что он максимально похож на Canva. То есть, если вы с Canva работали, то, наверное, узнаете, что правда действительно что-то есть общее. Естественно, шаблонов здесь будет меньше, чем в Canva. Есть шаблоны для соцсетей, для рекламы, есть отдельно для печати, можно создавать презентации. Готовую работу можно скачать на компьютер, можно получить на нее ссылку. Вот интересная штука. Если смотреть ее по ссылке, то водяного знака не будет. А если мы сохраняем на компьютер, то тут он есть. Выбираем любой шаблон из того, что нам нравится. Есть готовое оформление, можно начать с нуля, ну и дальше открывается, собственно, редактор. Вот так он выглядит. Если открыть готовые шаблоны, то вот мы видим везде значки вот такие. Надо вниз полистать, поискать, еще приложить. То есть, чтобы найти бесплатный шаблон. Я просто не буду, что я лукаво взяла картинку, добавила на нее текст с разными анимашками. Потому что замучилась искать бесплатный шаблон. Все свои файлы загружаем через кнопку загрузки. Ну и дальше пошла библиотека элементов. Небольшая библиотека фотографий, видео, фигурок различных. Анимация. Здесь анимированные гифы. Вот эти тучки у меня тут. И звездочка. Это все из этой библиотеки взятое. Различные элементы. Опять-таки библиотека. Различных уже статичных картинок, стикеров и прочих иконок. Ну и кнопочка для добавления текста и редактирования фона. В общем-то, все основное здесь присутствует. Кнопка виджеты позволяет добавлять таблицу, если она здесь необходима. Диаграмм я здесь не заметила, но, наверное, таблица их заменяет. Если мы хотим создать презентацию, то мы можем добавить еще одну страницу сюда в проект и продолжить работу над оформлением следующего слайда. Принцип работы такой же. Из библиотеки выбираем элемент, убеждаемся, что он бесплатный и начинаем его редактировать. Редактор здесь очень простой. Сервисы поддерживают русский язык, сервис русскоязычный. Очень симпатичные есть вот такие сервисы, мне понравились, шрифты. Мне понравилось с ними работать. Анимация здесь довольно скромная по сравнению с супой. Здесь есть только анимация на появление и исчезание. И вот то, что бесплатно, оно без значков. Любой элемент, щелкаем по нему, мы можем анимировать. Настроить длительность, задержку анимации. В общем, здесь настройки присутствуют необходимые. Сохраняем это все и скачиваем. Это раздел с редактированием фотографий. Я открыла, хочу обратить внимание на то, что здесь, в общем-то, очень неплохой фоторедактор. Он позволяет редактировать картинку по яркости, контрастности, насыщенности, добавлять виньетки, размытия. В общем, очень неплохие опции. Есть фильтры, а есть ручные настройки. Так что можно этим всем пользоваться. Есть тут опция удаления фона. Например, если мы хотим удалить фон у картинки, она здесь есть, но она платная. Поэтому ее я пропускаю. На выходе мы получаем файл. Если это обычная графика, мы ее можем скачать как картинку. Если она у нас анимированная, мы ее можем скачать в формате MP4. Выставить максимально возможное качество и сохранить к себе на компьютер. Далее мы можем просто ссылочку получить, даже не скачивать, а делиться ссылкой. Тогда вот этого водяного знака внизу зрители не увидят. Ссылка хороша, если у вас презентация. Вот тогда так. Ну, а картинки, естественно, лучше, конечно, хорошо бы на компьютере сохранять. От водяного знака как-нибудь избавиться. Хотелось бы. Дальше пойдем. Теперь давайте про англоязычные поговорим. Инструменты. Очень хороший сервис Adobe Express. Он менял название. Может быть, вы знали его под названием Adobe Spark. Это был он. Сейчас он называется Adobe Express. Он поменял весь свой дизайн. Он стал более лаконичным, более простым по дизайну. Возможности остались все те же. Но, к сожалению, для меня мне придется теперь переписывать обучалку. После того, как он кардинально изменился. Вот у меня на слайде две картинки статичные, которые я сделала с помощью шаблончиков из этого сервиса. А вам я отправила в чат анимированную картинку про водосточные трубы. Давайте посмотрим на возможности. Вот так выглядит конструктор. Естественно, он на английском языке. Нужна регистрация. Нужно завести учетную запись Adobe. Если вы пользуетесь программами, то у вас она, наверное, есть. Если не пользуетесь, не проблема, можно зарегистрироваться с нуля. Для простоты можно перевести сервис на русский язык с помощью правой клавиши мыши. Перевести на русский. Например, в Google браузере или в Яндекс браузере. И тогда станет немножко проще работать. Почему я на этом сервисе остановилась? Он бесплатные возможности очень неплохие дает. У него большое количество шаблонов. Их можно скачивать на компьютер и сохранять по ссылке. Делиться. У него нет ватяных знаков. Он создает и статичную графику, и видеоролики. Ну, в общем, очень хорошие возможности. Плюс прибавить к этому хорошие настройки. Давайте смотреть. Ну, вот, пожалуйста, можно ознакомиться сразу с тарифным планом. Здесь огромный список, что можно сделать бесплатно. Самое главное из всего этого, что здесь нет ограничений. Сервис еще кроме того, что он работает с графикой, он дает возможность работать с PTF-файлами. Например, соединять файлы, разъединять, вставлять страницы. В общем, есть еще целый ряд функций дополнительных. Но мы поговорим сегодня о создании графики. Вот так выглядит конструктор. Я выбрала готовый шаблон. Сравниваем с флайви и видим, что здесь платных шаблонов стало намного меньше. Все остальное бесплатно. Их можно искать. Есть поиск, к сожалению, на английском. Ну, вот, например, мне нужен шаблон, где была бы книжка. Вот мне сразу выдали все возможности. Ну, и дальше я его выбираю и начинаю редактировать. С левой стороны вкладочки для того, чтобы использовать эти элементы в своем проекте. YoStuff – это большая папка для хранения наших загруженных файлов. Файлы загружаются без ограничений. Никаких тут нет трудностей. Вкладка Templates – это шаблоны, чтобы поменять. Вкладка Media – это различные картинки, фотографии, которые можно встроить в проект. Небольшая бесплатная библиотека. Там вообще их три, но работает только одна. Unsplash, она, по-моему, называется. Pixabay и Pixel сейчас заблокированы. Там они просто не откроются. Но одна бесплатная библиотека все-таки есть. Из нее можно брать. Дальше. Тексты. Кнопочка добавляет различные тексты. К сожалению, тексты, шрифты русские не все поддерживаются. Это очень жаль. Потому что сервис вообще здоровский. Дальше. Элементы. Это графика различные, иконки, стикеры и другие картинки. Дальше. Внутрь можно ставить калаш. Мы нигде калашей не встречали. Здесь они есть. Можно шаблончик для калаша добавить, его наполнить своими фотографиями. Давайте посмотрим, как здесь все устроено. Вот, например, редактирование текста. Можно выбрать вид надписи и загнуть ее красиво. Выбрать фильтр, цвет, контур. Дальше. Выбрать тень. Добавить какую-то фигуру, которая будет вокруг этого текста. И анимацию добавить. Нажимаем на любую стрелочек, открывается еще конструктор, и мы еще лучше все это отредактируем. Точно так же очень подробно редактируется и сама картинка. Вот для картинки. Здесь можно бесплатно удалить фон у картинки, обрезать ее, сделать ее прозрачной, развернуть по вертикали, по горизонтали, добавить эффекты, сделать настройки уже вручную. Так как резкость, я не знаю, яркость, контрастность. И добавить опять-таки анимацию. Вверху еще кнопочки для изменения темы оформления, то есть это цветовая гамма и загрузки фона или заливки фона. Вот. Господи, здесь столько всего интересного, здесь столько настроек. И очень жаль, что, к сожалению, не все шрифты поддерживают русский. Поэтому сервис хорош, очень хорош. Что ж, готовую работу мы можем скачать. Про анимацию несколько слов. Вот у нас так выглядит анимация. На вход, на выход и на движение объекта по экрану. Вот. Выбираем нужную версию и настраиваем скорость и интенсивность. С какой интенсивностью эта книжечка будет у нас двигаться по экрану. Мы можем несколько картинок соединить вместе и сделать тогда такую презентацию из них. Для этого есть кнопочка «Добавить новую сценку». Итак, мы от графики переходим к презентации. На выходе мы можем получить ссылку на наш проект, а можем его скачать на компьютер без водяных знаков и в хорошем качестве. Например, если у меня есть анимация, мне предложат вот такой вариант. Можно как MP4 скачать, а можно скачать как PDF или как картинку. Вот. Скачиваем, размещаем, публикуем. Кроме графики, здесь можно создавать и видеоролики. Здесь они больше уже похожи реально на видеоролики, а не просто на анимированную графику. Давайте я попробую найти эту ссылку. Ладно, чуть позже тогда покажу. Как здесь работает все? Выбираем шаблон опять-таки. Можно начать с нуля, просто набросать свои картинки и добавить к ним текст, а можно выбрать какой-нибудь шаблон для создания видеоролика. Конструктор все тот же. Наш видеоролик будет состоять из нескольких сценок. Первая сценка, мы ее оформляем, добавляем тексты картинки, нажимаем на кнопку «Добавить сцену» и появляется следующий слайд. Следующая сценка, следующая фотография, следующий текст. И так никаких ограничений нет. Остается только потом ко всему этому добавить музыкальное сопровождение. Для этого мы идем во вкладку «Медиа». Вот эта вкладочка «Медиа». Что здесь? Есть библиотека бесплатной музыки, которую можно вставить в проект. Я полистала, здесь достаточно много треков и большая часть бесплатная. Можем записать озвучку к этому видеоролику, подключить микрофон. А можем загрузить свою музыку, если она нам нравится. Здесь уже видео становится более полноценным, более таким красочным, интересным и с музыкальным сопровождением. Ссылку, к сожалению, я нечаянно потеряла. Она есть в презентации, так что если вы скачаете презентацию, то там можно эту ссылку посмотреть. Сейчас я постараюсь ее быстренько найти, если получится. Если подводить итоги и говорить про Adobe Express, в общем, очень неплохой инструмент, хорошее качество и видеоролика, и графики. И, в общем, можно взять на вооружение, по крайней мере, я этим пользуюсь. О, нашелся мой видеоролик. Сейчас я вам ссылочку в чат отправлю, чтобы вы могли посмотреть, какое видео можно создать с помощью этого сервиса. Пожалуйста. Вот, ссылка на YouTube. Скачиваем. Формат MP4. Видеоролик скачивается. И можно сразу же добавить его на YouTube канал, если он у вас есть. И рядом кнопочка «Ш» поделиться. Тогда мы получаем ссылку, и можем эту ссылку рассылать, допустим, в социальные сети или друзьям посылать. Хорошее качество у видеоролика – 1080 пикселей. Так что здесь видео становится уже довольно полноценным, и видеоредактор очень несложный. Можно взять в работу. Давайте теперь перейдем к сервисам, которые работают без регистрации. Я вам просто ссылочки в чат отправлю, а вы можете сами внутри сервиса походить, понажимать кнопочки. Может быть, вы успеете создать картинку, пока я буду рассказывать. Сервис «Пикслер». Тоже хорошо знакомый товарищ, потому что многие им пользуются для редактирования фотографий. Хороший набор инструментов, похожий на Photoshop. Конечно, не такой богатый, как Photoshop, но очень даже солидный. Так вот, сервис «Пикслер» позволяет создавать контенты для социальных сетей различные баннеры, иконки, картинки. Предлагают вот такие шаблоны. Большая часть здесь бесплатных шаблонов. Их можно взять на вооружение и переделать под свои задачи. Большая часть здесь, конечно, рекламные всякие распродажи, продажи и прочее. Но почему бы их не адаптировать под себя и попробовать самостоятельно создать что-то интересное. Итак, я взяла вот этот шаблон. Я вам отправила ссылку на то, что у меня в итоге получилось. Здесь у нас сервис переведен на русский язык, хотя он и англоязычный, но он русифицированный. Это просто. Иконочки подсказывают, как можно редактировать. Здесь упор делается на редактирование фотографий. То есть можем добавить текст, выбрать шрифт, вот как-то настроить текстовую надпись и добавить анимацию. Но особый упор делается все-таки на фотографии. Их можно обрезать, настраивать, контрастность менять, применять различные фильтры, перекрашивать, добавлять эффекты. Там сепия, черно-белая и так далее. Так что здесь очень хороший фоторедактор. Что касается текстов. К сожалению, опять-таки, русский шрифт поддерживает не все. Мне пришлось потратить время, чтобы найти более-менее подходящий вариант. К сожалению, вот таких красивостей в русском исполнении не выйдет. Но все равно сервис работает без регистрации, в этом его плюс. Вот, например, настройки картинок. Цвет, насыщенность, оттенок, температура. Можно выбрать свет, детали, сценки попробовать редактировать. В общем, здесь очень-очень-очень все подробненько. Так что вот редактор фотографий просто отличный. Можно добавить анимацию. Для этого идем во вкладочку соответствующую. И любой элемент, который мы щелкнем, можем настроить для него анимацию. На вход, на выход, на движение. Вообще, анимация иногда привязана к самому шаблону. То есть там внутри шаблона уже все настроено. Нам остается только добавить свой текст, и все красиво поменяется. Анимация небольшая. Я не стала уже отдельным слайдом ее делать. Там всего три или четыре вида анимации. Вот я такой выбрала. У меня немножко экстремальный. Там есть попроще. Далее. После того, как мы все создали, мы можем это все скачать к себе на компьютер. Опять-таки, если есть анимация, скачивается в формате MP4, ну а так можно скачать и как GIF, тоже анимация будет поддерживаться, или как картинку в разных форматах. Качество очень хорошее, и водяных знаков тоже не наблюдается. Это плюс. Чем еще хорош пиксель, он имеет хорошую библиотеку стоковых картинок. Это уже безотносительно к нашему сегодняшнему вебинару. Если вам нужно найти красивые стоковые картинки для своих проектов, то обратите внимание на пикслер. Вот я открыла, например, я нажала осень. Поиск на русском языке поддерживается. И вот мне вывелось огромное количество разной красоты, которую можно использовать. Это картинки без авторских прав, которые можно использовать без ограничения в своих проектах. Так что хороший вариант. Я запомнила и буду им пользоваться. Возвращаемся опять к отечественным исполнителям. Это у нас сервис Ateaser. Это авторский сервис, созданный Алексеем Горениным. Он хотел создать предельно простой редактор, в котором есть готовые макеты, и в котором очень просто работать. Два клика, и картинка готова. Вот такая картинка у меня получилась. У сервиса есть платные и бесплатные тарифы. Вот так они выглядят. Бесплатный тариф работает с ограничениями в количестве шаблонов. Их, к сожалению, немного. Платный тариф. Появляется более 110 различных макетов. И появляется возможность создать анимацию. В бесплатном тарифе ее нет. Но почему я его взяла в обзор? Потому что очень интересные макетики здесь. Нужна регистрация. Макеты выглядят вот так. Это самые яркие. Там есть более сдержанных тонов. И мы можем их перекрасить. Они необычно сделаны и хорошо работают с русскими шрифтами. Поэтому можно воспользоваться. Более того, здесь сервис хорош тем, что здесь очень минимально все. И мы картинку можем за 5 минут создать. Вот как сделала я. Взяла шаблон, загрузила свою фотографию. Выбрала цвет для оформления. Сделала белым, а не фиолетовым, как это было в шаблоне. Выбрала шрифт, написала текст. И все, можно тут же скачивать. Без водяных знаков и в хорошем качестве. Вот 87 шрифтов, как написано. Внутри сервиса здесь поддерживается. И это очень неплохо. Получается красивое изображение. Несколько проектов я сделала как раз с помощью этого сервиса. Мне понравилось, что получилось. Еще один сервис. Полотно. Студио. Ссылочку сейчас отправлю. Здесь сервис для создания графики без регистрации. То есть можно в него зайти и сразу работать. Ничего не требуется. Для создания различной графики, картинок, постеров, плакатов и так далее. Есть небольшая библиотека шаблонов. Сервис англоязычный, но интуитивно понятный. Тем более, что мы уже смотрели несколько сервисов. Тут они все друг на друга очень похожи. Абсолютно бесплатный. Работает без ограничений. Тут же создали картинку, тут же скачали. И сохранили на компьютер. Внутрь проектов можно добавлять текст, фотографии, свои или загрузить из сервиса. Различные иконки, формы. Вот как раз кнопка для загрузки, она называется плот. Есть возможность изменить фон, добавить несколько слоев и даже оформить цитату с помощью этого сервиса. Я взяла вот этот шаблончик, добавила свой текст. Вот, пожалуйста, как только мы какой-то объект добавляем на экран, открываются его настройки. Вот, например, настройки для текста. Здесь есть раздел эффекты, который позволяет различным образом редактировать, естественно, текст, добавлять и картинку. Добавлять тень, размывать. Но есть еще возможность включить анимацию. Она здесь очень-очень простецкая. Не такая красивая, как в предыдущих сервисах. Я вам в чат ссылочку отправила, чтобы вы на нее полюбовались, на эту мою анимацию. Здесь все-таки сервис больше не про анимацию, а больше про сами картинки. Очень простой инструмент. Вот, например, та самая штучка эффекты. Это уже для обработки изображений. Здесь тоже неплохой фоторедактор. Размывает, увеличивает яркость, добавляет градиент, сепию, добавляет рамочки, тени, закругляет углы. Вот все основные функции здесь есть. Здесь даже есть функция удаления фона у картинки. Вот она. Так что очень хороший инструмент. Он бесплатный, без ограничений и без регистрации. А это кнопочка для анимации. Вот, пожалуйста. Выбираем любой элемент и анимируем. Здесь всего три типа анимации. Проявление, движение и увеличение размера. Можно добавить на вход, на выход или на движение по экрану. Готовая работа. Скачиваем, естественно, на компьютер. И вот все форматы, в которых это можно сделать. Гиф-анимация или обычная картинка или ПТФ. Можно, если у нас гиф-анимация, настроить ее скорость. Вот, от 5 до 30. Чем больше цифр, тем быстрее скорость анимации. За исключением того, что сервис англоязычный, все остальное просто замечательно здесь. Ну, мы сегодня меняем сервисы, то на русском, то на английском. Вот еще один сервис, переведенный на русский язык. Не смогла я узнать, кто его родоначальник. У меня создается впечатление, что все-таки это наши программисты. Сервис Picture Plus. Вот такую картинку я создала с его помощью. Ну, по сравнению с другими сервисами, он выглядит поскромнее, конечно. Ну, вдруг кому-то он понравится. На выходе получаем либо видеоролик, либо картинку с таким вот водяным знаком. Я вам в чат отправила видеоролик. Назовем его так. А на экране вот картинка. Вот его тарифы. Бесплатный тариф работает без ограничений. 50 кириллических шрифтов есть. Готовые размеры для разных соцсетей. И изображение по шаблону. Вот такие возможности. Как только подключаем какой-то из платных тарифов, водяные знаки исчезают. Вот эти шаблоны. Ну, такие ярковатые на мой вкус. Не вершина дизайнерской мысли, я бы сказала. Их можно сразу все посмотреть. Тут они рассортированы для постов, для обложек, для сториз или коллажа. Ну, есть еще видео. Можно сразу все пролистать и посмотреть. Их небольшое количество на самом деле. И, ну, выбрала я этот сервис просто потому, что он очень-очень простой. Просто вот проще не придумать. Конструктор выглядит вот так. Открываем шаблон. А дальше вот кнопочки. Измените цвет фона. Измените картинку. Измените заливку. Измените фигуру. Если нам какой-то элемент не нужен, ну, например, мне не нужен текст сверху, я просто эту галочку выключаю. Вот и все. Здесь в режиме одного окна сразу готовая картинка. Тоже 3-5 минут и у нас что-то уже получилось. Можно сразу скачивать вот в таком неплохом качестве. Вот. Будет водяной знак внизу или вверху. Там в разных шаблонах по-разному это будет. И в видеороликах он тоже присутствует. Видеоролик это громкое, конечно. Название это опять-таки анимированная графика. Загружаем картинку. Выбираем шаблон. Заменяем там все, что нужно заменить. В общем, и скачиваем. Все. Здесь все внутри шаблона уже настроено. Таких тонких настроек нет. Но если вдруг необходимость такая возникнет, вот есть и такой сервис. А это из моих последних находок. Это я нашла буквально вот на днях и решила вставить, потому что сервис мне понравился. Называется Poster Artist. Он переведен на русский язык. Это сервис, созданный создателями Кэнона. В нем нужна регистрация, нужна учетная запись Кэнона. Но можно и через Google аккаунт тоже все работает. Получаются очень симпатичные дизайны, как это называется. Он переведен на русский язык. Он, конечно, уступает Adobe Express, но тоже очень достойно выглядит. Этот сервис не позиционирует себя как сервис для социальных сетей. Он больше для создания постеров, плакатов, фотоколлажей. Здесь есть шаблоны для сертификатов, баннеров, флайеров. В общем, довольно солидная библиотека. Даже календарей можно пускать. Он ориентирован на печать. То есть, если вы хотите создать в хорошем качестве дизайн и распечатать его, то обращаем внимание на этот инструмент. Он бесплатный и без водяных знаков. Это замечательно. Давайте смотреть. Вот так выглядит редактор шаблона. То есть, мы в шаблон добавляем то, что нам необходимо, открываем редактор и каждый элемент отстраиваем. То есть, у текстов выбираем шрифт, междустрочный интервал. Настройки очень лаконичные, очень простые. Здесь ничего лишнего нет, но все необходимое есть. Можно добавлять внутрь фигуры, обрезать изображение. Есть небольшой фоторедактор для изображений. Ну вот, корректировка цвета есть. Есть эффект фильтров. Есть даже автоматическая корректировка, если нужно. Плюс, можно разные красивые рамочки добавить для картинок. Готовую картинку можно тут же скачать или тут же распечатать. Тоже все очень просто делается, буквально в течение 10 минут. В чем минус? Сервисы, шрифты не все поддерживаются, к сожалению, потому что он все-таки изначально англоязычный был. Поэтому, но надо отдать должное. Здесь все русские шрифты собраны в одну категорию. Как только мы начинаем выбирать шрифт, нам дают вкладочку «Русские шрифты». Из его набора мы выбираем подходящий. Набор может и небольшой, но все рабочее, все хорошо получается. В хорошем качестве скачивается и можно распечатать, поставить на выставку свою работу. Вот, пожалуйста, качество здесь можно как крупное скачать в хорошем максимальном качестве, так и мелкую картинку, например, для социальных сетей тоже подойдет. Еще один... Ну, теперь напоследок у нас осталось 10 минут. Несколько сервисов, так называемых, 5 минуток. То есть это сервисы для создания красивых картинок с надписями. Назовем их так. Сервис QuickPick. Быстрая картинка. От двух английских слов. Не нужна регистрация, поэтому я вам ссылочку отправила в чат. Можете сразу зайти и посмотреть, как там все внутри устроено. Сервис переведен на русский язык. У него есть шаблончики. Вернее, как? Шаблончиков-то у него нет. У него есть пустой слайд, на который мы самостоятельно накидываем свои картинки. Либо загружаем их, или берем из библиотеки. Тут есть объекты, есть герои, персонажи, есть фоны, различные элементы для оформления. Можно добавлять текст, эффекты к картинкам и к текстам различные. Ну, и готовую, естественно, работу можно скачать. Конкретно с картинками можно менять у них цвет, обрезать, менять расположение. У текста выбирать шрифт, начертание, жирность и так далее. Все довольно несложно. Еще один сервис – это текст. Добавь текст. Здесь тоже все делается в режиме одного окна. Ссылка в чате. Давайте смотреть. Вот так это выглядит. Здесь уже на английском, но все интуитивно понятно. Вписываем текст, выбираем его стиль, размеры, центровка. Ну, и фотография нам нужна. После этого тут же можно все это скачать. Качество неплохое для социальных сетей. И, в принципе, очень даже нормально. Регистрация не нужна. Наш отечественный инструмент – аналог. Лолл-код. Вообще, это сервис для создания разных мемов, демотиваторов, мотиваторов и так далее. Но есть у него возможность создавать свои собственные картинки. Вот такие у меня, например, получились изображения. Работает это вот так. Выбираем картинку, если мы хотим котика. Если не хотим котика, загружаем свою. Добавляем надпись. Опять-таки, меняем шрифт, размер, цвет. Скачиваем готовый продукт. Пять минут, и у нас готовая картинка, которую можно использовать в работе. Ну, еще один такой же сервис со смешным названием «Момотики». Тоже за добавление текста в картинку. Примерно так же выглядят, примерно такие же настройки. Вот так. Здесь есть небольшой редактор. Назовем его так. Можно поменять вид начертания, выбрать шрифт, добавить тень, выбрать какие-то еще настройки для текста. Ну, и, естественно, загрузить свою картинку. Если нажать на кнопку «Показать эффекты», откроется фоторедактор, который немножко эту картинку может подредактировать. Ну, сделать ее, например, размытое или каким-то другим образом еще поменять. И еще несколько слов о сервисах, которые оформляют цитаты. Это такой популярный контент в социальных сетях. Сейчас стало меньше. В одно время очень часто разные мудрые мысли в ленте появлялись. Их можно тоже оформлять и с помощью тех инструментов, какие я назвала. И есть еще сервисы, которые вот именно заточены на создание цитат. Например, вот этот сервис Квози, он вообще очень простой. Здесь от нас не требуется ничего, кроме самой цитаты. Выбираем картинку из всех шаблонов, которые тут есть. Вписываем свой текст и сохраняем готовую работу к себе на компьютер. Все очень просто. Единственное, что здесь нет редактора никакого. То есть мы не можем повлиять ни на картинку, ни на текст. Вот как получилось, так получилось. Зато очень быстро. Вот здесь сервис более подробный. Это Квоты Скаве. Здесь тоже он создает цитаты. Тоже работает без регистрации. Тоже очень простой, но немножко более интересно организованный. Вот так выглядит. Здесь несколько вкладочек. Текст 1 – это сам текст цитаты. Текст 2 – это авторство. Мы можем изменить фон, добавить стикеры, рамочки. Здесь еще есть красивые разные работы с фотоподложками. Вот эти вот красивые там на заднем плане разливы. Это все оформляется внутри самого сервиса. Готовую работу можно скачать на компьютер, конечно же. Ну и небольшой текстовый редактор позволяет изменить немножко шрифт, размер текста, ну и его начертание. Хорошее качество работы и хороший сам по себе сервис. Регистрироваться можно, но это не обязательно. Если вы сразу скачиваете свою работу на компьютер, то в общем регистрация не нужна. Если вы хотите, чтобы у вас все в одном кабинете хранилось, все работы, которые вы когда-то создали, например, если вы хотите там какой-то шаблон сделать и внутри этого шаблона разные цитаты вставлять, тогда нужно зарегистрироваться и создать личный кабинет. И там будет внутри все храниться, все, что вы создадите. Ну и еще один сервис Пабло. Тоже для того же служит. От нас тоже нужна картинка и цитата непосредственно. Вот так он выглядит. Тоже очень простенько все. Выбираем вид. Текст вытянутый, вертикальный или горизонтальный, как хотим. Можно взять что-то из библиотеки картинок, можно добавить свою. Вставляем цитату авторства. Можно кроме цитаты авторства добавить еще какую-то подпись или надпись. Вот три варианта оформления. Просто текст, текст с подписью и текст с заголовком. После этого, собственно, все это скачиваем на компьютер и делимся с читателями. Это все зарубежные. Есть еще наш аналог. Называется он, так и называется, «Моя цитата». Они не стали заморачиваться с названием. Вот этот сервис. Чем он отличается от всех предыдущих? Вообще, на самом деле, это просто хранилище разных цитат, красиво оформленных. Оформление здесь единообразное. То есть вот такое, как у меня сейчас на экране. Повлиять на это мы не можем. Мы можем только изменить саму цитату и картинку. Вот так выглядит сам инструмент. Принцип работы. Загружаем цитату, подписываем, картинку выбираем, оформляем и публикуем на сайте. Но там пишут, что цитата проходит модерацию и там нужно ждать. А может, ее вообще не публикуют. В этом случае я просто, я, например, не хочу, чтобы моя картинка там висела на сайте, публиковалась. Я просто ее делаю, открываю в предпросмотре и скриншотом себе сохраняю на компьютере. В общем, получилось неплохо. Но если хотите, можно отправить цитату на этот сайт и ваш цитата там будет. Там большая библиотека цитат. Может быть, вы найдете уже прям вам подходящую по поиску. Не нужно будет самостоятельно ничего рисовать и редактировать. Поэтому можно сначала поискать что-то в поиске подходящее по тематике. Ну, а если не нашли, можно взять из библиотеки картинку или свою какую-то добавить и добавить текст цитаты. Нажать на кнопочку предпросмотр и сразу полюбоваться, что получилось. В общем, наверное, неплохой инструмент для работы. Хорош тем, что там есть готовая библиотека уже готовых картинок. Плохо, что там водяной знак маленький будет наверху. И плохо, что все цитаты одинаковые, друг на друга похожие в одном и том же оформлении. Хотя, может быть, в этом что-то есть. Я обещала в конце вебинара показать вам сервис для работы с водяными знаками. На самом деле, таких сервисов множество в интернете. Может быть, вы знаете другие какие-то. Я знаю вот этот. Он на русском языке. Watermag Remover. Так его назовем. Без регистрации работает. Вам нужно всего лишь загрузить картинку с водяным знаком. И сервис автоматически, он работает по технологиям искусственного интеллекта, найдет водяной знак и его удалит в течение нескольких секунд. Ну, а уже без водяного знака эту картинку можно скачать к себе на компьютер. Вот такая маленькая фишечка напоследок. Может быть, вам пригодится инструмент в работе. Так что можно взять его на вооружение. Если вы еще какие-то сервисы знаете, то, пожалуйста, можете мне об этом рассказать, написать, посоветовать. Вдруг я что-то интересное пропустила. На самом деле, инструментов намного больше. Вот уже сейчас, когда я к вебинару готовилась, мне навыпадало очень много ссылок еще на разные другие инструменты. Я их не стала уже в торопях включать в презентацию, чтобы не перегружать. Но взяла их на вооружение. Заходите в группу, в канал, в Телеграме. Я обязательно про эти сервисы буду рассказывать. Так что вот, можно за мной следить, за всей моей деятельностью. Приглашаю стать подписчиками. Вдруг понадобится для чего-то информация. Так что вот, милости прошу в гости. Вот, вопрос висит. Сейчас я попробую его открыть. Не поняла, где скачать презентацию. Рассказываю. Презентация находится в правом верхнем углу. Там такой значок с загнутой страничкой. Самое правое, самое верхнее. Нажимаем на него. Откроется список всех материалов, загруженных внутрь этого вебинара. Там всего лишь одна моя презентация. Нажимаем на значок с тремя точками справа и скачиваем. Вот и все. Умилилась, что много картинок по северу. Я как раз из Хибин. Ух ты, мы земляки. Я-то из Мурманска. Мне эта тема близка. Картинки, которые я вам показывала, я использовала в своей группе краеведческой. Называется она Мурманика. В социальной сети ВКонтакте существует. Вот для нее я и рисую эти картинки. Вот такая маленькая инсайдерская информация. Спасибо вам большое за внимание. Желаю вам всего самого доброго в наше непростое время. Самое главное, берегите себя. Мы увидимся теперь уже не скоро с вами. Через месяц. Небольшой отгульчик у меня по вебинарам. Будем продолжать историю с социальными сетями. И будет следующий вебинар в конце ноября про работу в социальных сетях. Если вы работаете, хотите поработать, или вам просто интересна эта тема, заходите, мы продолжим создавать контент для социальных сетей. Еще четыре вопроса у меня появилось. Ссылку прислать, как получить сертификат. Сейчас вам об этом расскажет Татьяна, которая появится вслед за мной. Она вам очень подробно расскажет про все сертификаты. Ну, а я на сегодня с вами прощаюсь. Хорошего вечера и всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok